Дорогие друзья, сегодня захотелось с вами обсудить самые ценные покупки домашнего быта для наших мам и пап в 80 годы. Ковер-ковер можно было приобрести тремя способами. По записи в центральном универмаге города, по блату или на толкучке для тех кто не знает, это рынок, где можно было продавать любые вещи. Ковер являлся важнейшей частью обстановки квартиры или дома. Ковры вешали на стенах и расстилали на полу. Можно было приобрести синтетический или шерстяной ковер, цены заметно отличались. Например, синтетический ковер можно было купить за 140 рублей, а шерстяной стоил уже 250 рублей. В каждой комнате было, как минимум, по два ковра. Они исполняли две функции – эстетическую и согревающую. Ковры сдавали в хим-чистку, а зимой чистили на снегу во дворе. Многие, наверное, помнят, как только высыпал первый снег, на улицу выходили соседи и чистили ковры прямо на снегу. Также следует отметить, что советские хозяйки очень любили частенько перевешивать ковры со стенки на стенку, меняя обстановку, чем вызывали справедливое недовольство своих мужчин. Диван любую мебель в 80-е годы было достаточно непросто купить. В основном, граждане приобретали мебель по блату. В среднем, стоимость дивана составляла 90 рублей. Хрустальная люстра Хрустальная люстра была гордостью любой хозяйки. Это был важнейший предмет быта, который демонстрировали наши родители, гостям и родственникам. Стоимость такой люстры составляла от 70 рублей. Два раза в год ее торжественно снимали и аккуратно мыли до блеска. Чайный сервиз-сервиз, как и многие другие вещи, практически невозможно было купить в свободной продаже. Его тоже доставали. Стоимость чайного сервиза составляла от 70 рублей и выше. Книги, как известно, советский народ был самым читающим в мире. Но не только эта причина заставляла людей доставать книжные подписки. Разместить на полках в стенке книжные подписки было очень модным и престижным. Приобрести книжные тома, а тем более подписку было очень сложно. Для этого существовало два способа – блат и участие в розыгрышах, устраиваемых киосками «Союз печать». В среднем, один том подписки стоил 2,5-3 рублей. Книги присылались по почте раз в месяц, или реже. Кресло любую мебель, в том числе и кресло, просто необходимо было иметь в среднестатистической квартире 80-х годов. Как мы знаем, было несколько способов – купить в мебельном магазине по записи или по блату. В среднем, одно кресло стоило от 35 рублей. Настольная лампа или торшер Настольная лампа или торшер являлись предметами особого шика. Они создавали непередаваемый уют домашними вечерами. Наши папа и мама сидели за столиком на кресле и читали газету или книгу, рядом светил торшер или лампа. Так неспешно и уютно проходили семейные вечера в конце 80-х годов. Стол-книжка Ну и нельзя не упомянуть о знаменитом столе книжки, который был в каждой советской семье. Его полюбили за компактность размещения и возможность развернуть его до большого гостевого стола. Стол был достаточно тяжелым при переносе, но за счет качественного материала, данная модель стола служила очень долго – не один десяток лет. Также следует добавить, что многие дорогие предметы быта того времени можно было взять в кредит, причем кредит был беспроцентный. Кредит можно было оформить прямо в магазине, где оформлялась покупка и платить равными частями в течение года или полутора лет. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!